Всем привет! Вы на канале Велстрана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с велосипедом от компании DeWolf, модель TRX20 2021 года. Эту модель велосипед от компании DeWolf можно отнести к категории горных хардтейлов начального класса, потому что данный велосипед, в общем-то, собран на компонентах как раз такого уровня. Начать нужно, конечно же, с рамы этого велосипеда. Она здесь выполнена из алюминиевого сплава 6061 серии. Также здесь гидроформированные трубы, что, безусловно, хорошо. У рамы нету крепления под багажник, поэтому вы его сюда установить в принципе не сможете, либо придется искать какой-нибудь багажник с быстросъеманными крепежами, то есть не болтовой. У рамы также полуинтегрированный рулевой стакан и он под конусный шток. Крепление тормоза здесь современное, на нижнем пере под стандарт постпаун. Также здесь стандартная резьбовая каретка и заднее колесо крепится эксцентриком. И еще один важный узел для любого горного велосипеда это амортизация. В случае данной модели амортизатор установлен пружиной ластомерного типа, у него есть возможность рюковки жесткости, есть возможность полностью его отключить. Также у данного амортизатора полностью монолитные штаны из магниевого сплава, что, безусловно, хорошо, потому что в этом сегменте у некоторых производителей вы можете встретить менее качественные амортизаторы, где будут стоять вилки со сварными стальными штанами, что очень некачественно. Далее давайте посмотрим на колеса. На этой модели колеса размерностью 27,5 дюймов, то есть это средний стандарт по меркам горных велосипедов. И он, в общем-то, является самым универсальным. Они и маневренные, и достаточно накатистые, и велосипед получается не слишком тяжелый. Собраны колеса на алюминиевых ободах с двойным профилем, здесь автомобильные ниппеля, также здесь стальные спицы, покрашенные в черный цвет, чтобы велосипед выглядел более аккуратно эстетически, втулки с алюминиевым корпусом, как спереди, так и сзади, на насыпном подшипнике. Покрышки установлены здесь достаточно широкие, с универсальным протектором, с которым можно будет комфортно кататься как по легкой пересеченной местности, так и по асфальту. Далее по списку у нас идет трансмиссия. Передний переключатель здесь от компании Shimano серии Tournei. Также система шатунов здесь тоже шимановская, она алюминиевая, с кардженой кареткой под квадрат, ну и, соответственно, здесь три ведущие звезды. Сзади установлена кассета, а не трещотка, что, безусловно, хорошо, потому что в данном сегменте вы часто можете встречать и решения с трещотками. Задний переключатель здесь серии Asera от компании Shimano. И, в общем-то, несмотря на то, что модель достаточно устаревшая, M360, тем не менее, это надежный переключатель, проверенный временем, который обычно долго и верно служит своим владельцам. И еще один важный момент, то, что кассета вот здесь установлена тоже от бренда Shimano, а не от каких-нибудь сторонних китайских друзей. Монетки на руле здесь единственное, что не шимановская, потому что это монетки от компании Microshift. Одним из ключевых преимуществ данной модели перед многими конкурентами являются еще и тормоза, потому что здесь они гидравлические, дисковые, и они от компании Shimano, модели MT200. Сегодня, в 2021 году, в таком ценовом диапазоне, шимановская гидравлика MT200 – это 100% лучший вариант, потому что на многих производителях вы будете встречать гидравлические дисковые тормоза, но далеко не шимановские, а от разных каких-то китайских производителей, которые имеют достаточно много проблем. А эти тормоза надежны и проверены временем. Несколько слов нужно еще добавить о рулевом управлении седле данного велосипеда. Рулевое управление здесь собрано таким образом, чтобы посадить вас в более комфортную, расслабленную посадку. То есть руль с достаточно большим подъемом, он не широкий, и вынос идет с достаточно большой длиной и с 6 градусами подъема. Седло здесь установлено спортивное, анатомическое, с мягкой подкладкой. Также оно крепится на алюминиевый подседельный штырь на одноболтовом крепеже. Последний штрих в комплектации любого велосипеда – это, конечно же, педали. В случае данной модели педали с металлической платформой, достаточно широкой, и они на насыпном подшипнике. В общем-то, для задач, на которые рассчитан этот велосипед, педали здесь выглядят эти очень лаконично. В завершении хотелось бы отметить, что у компании DeWolf получился очень гармоничный велосипед начального класса. К тому же он на стандарте колес 27,5 дюймов, который очень универсален. И в своем ценовом сегменте это одна из лучших моделей, которые вы можете, в принципе, рассматривать. Поэтому рекомендую вам прийти в один из магазинов «Велострана» и посравнивать эту модель с конкурентными моделями, примерить этот велосипед под свой рост. Ну и, конечно же, вы всегда сможете получить в магазинах «Велострана» грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.